Здравствуйте! В эфире программа «Дело. Номер». Как всегда в начале новой недели, все о криминальных событиях и самых громких судебных процессах недели минувшей. Два человека погибли и пятеро получили ранения в автокатастрофе на трассе в Кусанайской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе имени Бэмбета Майлина 8 апреля. По данным полиции, примерно в 22 часа 40 минут на 118-м километре автодороги Кусанай-Карабутак 51-летняя жительница села Айет, управляя автомобилем марки ВАЗ-21093, не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной ВАЗ-21099 под управлением 53-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка с автомашин ВАЗ-21099 от полученных через повреждение скончались на месте. Трое пассажиров госпитализированы в центральной районной больнице города Лисаковск. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 2 Уголовного конца Республики Казахстан. Проводится досудебное расследование. Водитель и 64-летний пассажир автомашины ВАЗ-21093 также оказались в больнице. За сутки 8 апреля в областном центре совершено 19 ДТП. Днем же ранее во время Бурана подобных происшествий зафиксировано два с лишним раза больше. За вчерашний день по области произошло у нас 106 дорожно-транспортных происшествий, из которых 48 дорожно-транспортных происшествий произошло в областном центре города Кустанай. В обычные дни у нас происходит до 20 дорожно-транспортных происшествий на территории областного центра. По данным полиции, ДТП, в которых пострадали или того хуже погибли люди, зафиксировано не было. В основном это были ДТП с механическим повреждением транспортных средств. Так как многие участники дорожного движения у нас уже переобули свой автомобиль зимней резиной на летнюю и были не готовы к данным погодным условиям. С 11 часов 7 апреля из-за непогоды в Кустанайской области закрыли движение по дорогам республиканского и областного значения для всех видов автомобильного транспорта. Однако на трассах уже оказались люди, которые выехали за пределы населенных пунктов до закрытия движения. В дежурную часть, по словам полицейских, посыпалась масса звонков от остановившихся на дорогах автомобилистов. Сотрудниками полиции совместно с органами МЧС были вызваны из снежного плена более 100 человек. Только на одной автодороге Кустаная-Рудная застряло более 70 автомашин. Всем участникам дорожного движения была оказана необходимая помощь сотрудниками полиции совместно с заинтересованными органами. Все участники дорожного движения были доставлены в областной центр или в город Рудный, где им была оказана первая помощь, также предоставлены горячий чай и горячее питание. В тот же день в Кустаная четверо сотрудников городского батальона полиции в районе Креска увидели машину, которая забуксовала в снегу. В салоне находились водитель и его жена с двухмесячным ребенком. Двое сотрудников остались помогать мужчине, двое пересадили и повезли домой маму с младенцем. Но к многоэтажке подъехать не удалось. Один из полицейских по сугробам бегом, чтобы не простудить, на руках перенес подъезд ребенка, второй помог пройти его матери. Преступную группу, занимающуюся вымогательством, задержали полицейские в Рудном. Угрожая физической расправой, они завладели несколькими миллионами тенге. 27-летний житель города Рудного обратился в управление полиции города Рудного с заявлением по факту вымогательства. В ходе принятия заявления установлено, что на тот период уже наш заявитель успел передать преступникам более двух миллионов тенге. По данному факту начали досуденные расследования по статье 194 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В ходе расследования были установлены личности всех подозреваемых. Их оказалось трое. Все они уроженцы Рудного в возрасте от 23 до 26 лет. Полицейские задержали всех, двоих поместили под арест, с одного взяли обязательство о явке к следователю. Расследование продолжается. А в Кустаная полицейские и сотрудники частной охраны, что называется, по горячим следам задержали двоих грабителей. Мобильная группа оперативного реагирования охранного агентства, которая объезжала маршруты охраняемых объектов, около 20.00 часов в районе магазина «Спутник» по улице Дружбы обратили внимание на мужчину, который шел со следами побоев. 45-летний Кустанаяц рассказал, что шел по улице, когда двое неизвестных подошли к нему и стали требовать отдать им телефон. Мужчина стал сопротивляться, незнакомцы его избили и, забрав сотовый телефон, скрылись. Сотрудники сразу же сообщили об этом на пульт 102. На место происшествия в течение трех минут прибыл автопатруль полиции. Полицейские совместно с сотрудниками охраны стали отрабатывать район в совершении преступления. В ходе разыскных мероприятий в подъезду одного из домов совместно с охранниками охраны фирмы двое подозреваемых были задержаны. Там же обнаружен и похищенный мобильный телефон потерпевшего. В настоящее время проводится досудебное расследование. Разбойное нападение на водителя такси совершено в Кустанайе. Трое мужчин вызвали машину и в безлюдном месте попытались таксиста задушить. Водитель смог сбежать от нападавших и вызвать полицейских, которые, в свою очередь подозреваемых в совершении преступления, смогли оперативно задержать. Заявка одному из кустанайских таксистов 38-летнему мужчине поступила в первые часы 9 апреля через один из интернет-сервисов. На улице Мангельден взял трех пассажиров, которых попросили их довезти к дачному обществу «Текстильщик», расположенному за районом КСК, в конце улицы Кайербекова. Двое из них, которые, впрочем, как и водитель, были в масках, сели на заднее сидение. Один сел спереди. Доехав до садового общества, парень, который сидел сзади, накинул веревку на водителя такси. Водитель такси сумел вырваться и выбежать на улицу. В кармане у него находился сотовый телефон, он сразу же незамедлительно позвонил на пульс 102. В это время злоумышленники тоже выбежали из машины, в салоне которой взяли два сотовых телефона и видеорегистратор, и бросились на утек. К пострадавшему прибыл полицейский патруль, который передал приметы нападавших, описанные таксистам всем своим коллегам. В районе КСК как раз находился экипаж в составе полицейских Женебека Мурзахметова и Амантая Байжанова. Сразу выехал на улицу Курганскую, где мы патрулировали. И при повороте на садового общества нами замечены были двое лист с подходящей под приметой подозреваемых. Мы их остановили, потребовали документы. На данный момент у одного только было, у второго не было. И далее мы их задержали до уснения обстоятельств. Доставленных в Северный отдел полиции молодых людей, пострадавший таксист опознал, как нападавших на него злоумышленников. Выяснить в них местоположение третьего их сообщника труда не составило. Третьего подозреваемого сотрудниками криминальной полиции мы задержали у него же на квартире. Квартиру открыла его же девушка, которая находилась вместе с ним. Также он был задержан и доставлен в Северный отдел полиции. Все задержанные жители Кустанайской области в возрасте от 20 до 24 лет. На одного из них поступало заявление о подозрении в совершении мошенничества. Жили они на съемной квартире, за аренду которой ежемесячно платили по 65 тысяч тенге. В настоящее время начато досудебное расследование по статье «Разбой в группе лиц Уголовного кодекса Казахстана». Полиция отмечает, что в режиме чрезвычайного положения в области патрули усилены. По горячим следам раскрывается каждое второе преступление. На волне темы о коронавирусе в Казахстане активизировались мошенники. Об этом сообщает агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Мошенники распространяют объявления в интернете, в соцсетях об услугах по диагностике коронавируса, по возврату денег на авиа и железнодорожные билеты, по получению различных пособий, включая социальную помощь в размере 42 500 тенге. Мошенники также обзванивают заемщиков, представляясь сотрудниками финансовых организаций, предлагая услуги по предоставлению от срочек по кредитам, открытию банковских хитов и подаче заявлений в банки. Мошенники проявляют активность в социальных сетях, включая Facebook, Instagram и Telegram, создавая эффективные боты. Они идут на различные ухищрения с одной целью – выманить персональные данные пользователей. Это ИИН, данные платежной карты или счета, или даже электронно-цифровая подпись. Поэтому специалисты дают главную рекомендацию – никогда не сообщайте никому пароли, коды или иные личные данные, используемые для подтверждения платежей. На сегодня это все. В следующий раз смотрите нас в телевизионном эфире через неделю на эту программу и ее отдельные материалы в любое время на канале АЛАУ YouTube и подписывайтесь на аккаунт программы в Instagram. До свидания. Пусть все у вас будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok